Приветствую всех гостей и подписчиков моего канала. Сегодня у меня есть для обзора вот такая интересная коробочка. А внутри этой коробочки находится интересная, довольно интересная Bluetooth колоночка. Моделька этой колонки Blitzwolf BWF3. Покупал я её в магазине Banggood, ссылочка обязательно будет в описании. В основном эта колонка как раз таки только Banggood и торгует, потому что Blitzwolf это насколько я знаю, как это объяснить то, бренд который принадлежит магазину Banggood, бренд производства. Покупал я её, ну как заказывал через почту естественно, как видим что дошла она ко мне не совсем целой. Можно сказать, что это было первое испытание для колонки. Вот такая вот колоночка внутри находится. Blitzwolf. Колонка заявлена как водонепроницаемая. Вообще производитель пишет, что она водонепроницаемая. Но стандарт, которому она принадлежит, скажем так, к которому подходит стандарт защиты международный, на самом деле она якобы, ну не якобы, на самом деле она действительно брызгозащитная. То есть если где-то на неё упадёт, какие-то брызги попадут, то это будет в принципе для неё не страшно. Но если её погрузить в воду, то думаю, что этой колонке не поздоровится. Но зато она ударопрочная достаточно, прорезиненная и пылезащищённая. То есть для повседневного использования она вполне подходит. Можно даже брать с собой на природу, на пикничок и так далее. Вот. Ну теперь о самой колоночке. Присутствует на ней вот такой вот резиновый ремешочек. Мягенький. Ну типа силикон, резина. Всё с брендом. Здесь получаются всякие надписи, модель и так далее. Спереди вот здесь вот находятся под сеточкой два динамика. Вот это вот всё пластик. Синий это тоже пластик. Корцы вот эти вот все это что-то больше похоже на резину. Оно такое не скользящее, как бы мягенькое и думаю, что защищающее от падения. Как раз таки вот это. Именно такой материал, который пружинит. Вот. Внизу, не знаю зачем, отверстие такое же, как на видеокамерах фотоаппаратов. То есть её можно поставить на штатив. Сверху четыре больших кнопки, которые достаточно заметны. Первая кнопка отвечает за включение и выключение колоночки. Вторая кнопочка это уменьшение громкости. При её длительном нажатии это переключение трека назад. Вот эта кнопка получается, третья кнопка это play-pause. Она же, если колонка подключена к телефону, она же отвечает на звонок. То есть эта колонка может быть не только колонкой, но может быть работать ещё как bluetooth гарнитура. То есть у меня есть ещё и встроенный микрофон. Ну и вот эта кнопочка, которая увеличивает громкость. Видно, да? Громкость она увеличивает и к тому же при долгом нажатии переключает трек в плеере на следующий. Я уже эту колоночку немножко протестировал и честно скажу, что мне она очень понравилась. Действительно качественная колоночка. Учитывая, что стоит она ну для кого-то дорого, а для кого-то нет. Только на данный момент, на момент, когда я её купил, она стоит, стоила около 30 долларов. То есть я её брал за 30 долларов и она этих денег на самом деле стоит. Сейчас ещё немного, а нет, всё-таки ещё покажу. Колонка значит bluetooth, то есть к ней подключаться можно через bluetooth. А также здесь сбоку вот есть за резиновой защитой вот такой вот открывающийся лючок, который держится на резинке, через который эту колонку можно заряжать. То есть тут вход microUSB и вход AUX. То есть эту колонку можно подключать также к плеерам, в которых нет bluetooth. Вот. Какие ещё характеристики заявлены данной колонкой, я обязательно добавлю в комментариях. Вот. Ну что. А, ну я ещё забыл показать. Спереди и сзади колоночки сильно похожи. Спереди есть бренд и здесь видно, просвечиваются значит два динамика. Сзади бренд не нарисован. Здесь такая же сеточка, но она уже не просвечивается и вот так вот выглядит. Колонка, кстати, довольно тяжёлая. В комплекте с колонкой шёл кабель AUX и кабель для зарядки microUSB. Также с ней идёт гарантийный талон, как я понимаю, и юзер-мануал. Руководство пользователя. Вот, кстати, может быть, кому-то будет интересно поподробнее. И вот здесь ещё немножко характеристик. Специально немножко заострю на это внимание. Вот. Инструкция на английском, а не на китайском, как у большинства китайской продукции. То есть это говорит о том, что фирма, получается, позиционирует себя как фирма, которая ориентируется на западного покупателя, а не на внутрикитайский рынок, как, допустим, это делает Xiaomi. Вот. Ну а теперь покажу, как эта колонка работает. Зажимаю кнопку включения. Всё. Колонка работает. Она пришла в режим сопряжения. И теперь мы включаем Bluetooth на каком-либо устройстве. Ищем. Так. И видим, что вот подключено BWF3. То есть колонка так и называется. Жмём. Ждём. Так. Какое-то время требуется на то, чтобы... Да. Вот. Каждое действие сопровождается достаточно приятным и, в принципе, негромким звуковым уведомлением. Всё. Колонка готова работать. Сейчас я вот её поставлю поближе. Так. Получается, вот здесь ещё есть, как видим, лампочка, светодиод, который информирует о состоянии колонки. То есть когда она работает, он горит. А когда заряжается, кстати, или когда батарея заряжена, это красный цвет, а когда работает, это синий цвет. Вот. Теперь, теперь, теперь включаем музыку. Музыкой можно управлять кнопкой play-pause. То есть нажимаем, музыка начинает играть. Нажимаем, музыка перестаёт играть. На видео нельзя передать, насколько качественный звук. То есть это в любом случае будет зависеть от моего микрофона, в первую очередь, и от вашего воспроизводящего устройства, в вторую очередь. Но хочу сказать, что, ну, просто громко, очень громко эта колонка играет. И к тому же ещё качественно. То есть если вы посмотрите на различные видео на моём канале, у меня есть уже обзоры различных музыкальных Bluetooth, и не только Bluetooth-колонок беспроводных. и я как бы через свои руки, ну, через мои руки уже прошло достаточно много разных колонок. Так вот, вот эта на данный момент лучше. То есть она своих 30 долларов стоит, это факт. Брать её, в принципе, можно. То есть она, её можно использовать как дома, и она будет достаточно качественна, вполне озвучивать небольшую комнату. Это, ну, на мой взгляд, этого более чем достаточно, чтобы озвучить комнату. Хотя она вроде такая маленькая. Или же можно её брать с собой на природу. На всякие шашлыки, рыбалки, не знаю, велосипедные покатушки и так далее. Звука хватит на всё. Самое главное, что хочу сказать, что колонка действительно понравилась. Ну и всё, в принципе, на этом всё. Спасибо за внимание. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Там внизу вот есть кнопочка подписаться. Ну и, как всегда, буду рад. Комментариям, вопросам задавайте, с удовольствием отвечу. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok